Привет, ребята! Под прошлым видео про ЕГЭ многие стали спрашивать, поступят ли они, если они набрали 150, 270, 290, ну и так далее баллов. Поэтому сегодня в этом видео я хочу вам рассказать, что же такое проходной балл, что такое средний балл и как вузы обманывают абитуриентов. Если интересно, то продолжайте смотреть. Многие думают, что средний балл прошлого года связан с тем, с какими баллами можно будет поступить в вуз в этом году. Ну, например, если в 2019 году средний балл равнялся 270, то значит, что в 2020 можно поступить в вуз только с таким баллом или выше. Но это совсем не так. Средний балл – это всего лишь один из статистических показателей, которые вуз использует для того, чтобы отчитаться Министерству образования и науки о том, насколько качественно прошла приемная кампания. Считается он как среднеарифметическое среди всех зачисленных по каждому виду конкурса. На бюджет, на вне бюджет, по квотам, ну и так далее. Но давайте сейчас объясню буквально на пальцах и приведу простой пример, как же это все считается. Например, на направлении А было всего 5 бюджетных мест. И представим, что туда не поступали ни льготники, ни квотники. И зачислили туда ребят с баллами, например, 230, 260, 280, 270 и 210. И путем несложных арифметических действий мы с вами все это дело складываем, делим на 5 и находим средний балл – 250. Все, это лишь число. И с точки зрения Министерства это показатель качества приема. То есть некая условная характеристика, насколько умные, ну или точнее сказать, насколько успешно сдавшие ЕГЭ вступительные испытания, ребята поступили в ВУЗ. А еще ВУЗы показывают абитуриентам и средний приведенный балл. Он очень похож на предыдущий показатель. Разница лишь в том, что считается он по стобальной шкале. Но давайте мы с вами вернемся к тому примеру, о котором я говорила ранее, и рассчитаем средний приведенный балл. Нам 250 нужно разделить на 3, и получается, ну, грубо говоря, 83 балла. Практическое же применение этого числа ровно такое же, как и у прошлого показателя. Это просто лишь характеристика качества приема. Вот и все. И есть еще два других показателя, которые абитуриенты путают и часто сбиваются с толку. Это минимальные и проходные баллы. И начнем мы с минимальных. Минимальные баллы – это всего лишь пороговые значения. То есть это гарантия того, что вас примут документы и разрешат участвовать в конкурсе. Это ни в коем случае не проходные баллы, и они не являются гарантией для поступления. Это всего лишь необходимые условия, которые нужно выполнить, чтобы попытаться поступить в выбранный ВОЗ. И минимальные баллы формируются по каждому предмету в отдельности. А вот проходные же, в свою очередь, по сумме всех предметов, которые нужны для поступления. Ребят, запомните, пожалуйста, проходной балл каждый год будет разным. Он не может повторяться из года в год. И поэтому ориентироваться на прошлогодние баллы – ну, немножко странно. Смотрите, как же он формируется. Например, в ВОЗе есть 10 бюджетных мест. Абитуриенты определенное время подают свои заявления, где указывают, сколько баллов они набрали. Проходят, может быть, дополнительные вступительные испытания. Затем, когда заканчивается приемная кампания, ВОЗ составляет рейтинг из всех абитуриентов и выбирает только первую десятку для того, чтобы зачислить на бюджет. И вот тот балл, который набрал десятый в этом списке, и будет проходным. Потому что все те, кто набрали меньше, не поступают на бюджет. Все эти показатели важны и нужны в первую очередь для отчетности самих ВУЗов. Для абитуриентов они не играют никакой роли. Запомните, пожалуйста, две важные вещи. Все баллы прошлых лет, неважно, минимальные, проходные, средние, для абитуриентов, которые поступают в текущем году, не имеют никакого значения. И второе. Средние баллы никак не связаны с проходными. И смотрите, какая замечательная схема есть у ВУЗов. Средний балл очень часто будет выше проходного. Как же так получается? Но смотрите, например, если поступают олимпиадники. Поступать они могут с абсолютно любыми баллами по ЕГЭ. Но то, что они победили в Олимпиаде, дает право присвоить им 100 баллов по этому предмету. Причем здесь есть очень интересный момент. Вы знали, что в разных ВУЗах будут абсолютно разные требования к олимпиадникам? Ну, например, где-нибудь в топовом столичном университете поступить как олимпиадники смогут только те абитуриенты, которые победили в Олимпиаде первого уровня в 11 классе. А вот в его филиале требования могут быть немножко проще. Например, могут быть победители Олимпиад второго или третьего уровня, или даже просто призеры. А значит, и баллы по ЕГЭ у всех этих абитуриентов будут разные. Но если они идут как олимпиадники, то ВУЗ в своих отчетах начисляет им автоматически 100 баллов, когда на самом деле по ЕГЭ у них может быть даже в два раза меньше. А вот и еще одна хитрость, на которую очень часто идут ВУЗы. В своих рейтингах они разделяют тех, кто учится на бюджетной и на внебюджетной основе. Потому что, как правило, тех, кто учится на платном, немножко ниже тех, кто самостоятельно смог поступить на бюджет. А вот если в общем отчете смешать всех этих студентов и соединить их, то показатели немного упадут. И, конечно, абсолютно все задаются вопросом, зачем же ВУЗы так делают? На мой взгляд, для того, чтобы запутать абитуриентов еще больше. Но представьте, открываете вы сайт, видите вы эти красивые отчеты, видите высокие баллы в этих отчетах. И думаете, какие же умные студенты там учатся, и какие сильные абитуриенты туда поступали. И получается, что рисуются очень красивые картинки в виде графиков и диаграмм, а вот в таблице с реальными числами мало кто из абитуриентов смотрит. ВУЗы рассчитывают, что абитуриент будет не очень внимателен и разборчив в этих вопросах. Но смотрите, если человек, например, хочет поступить в определенный ВУЗ, и он не проходит туда на бюджет, то с большой долей вероятности он пойдет туда же на платное отделение. И ВУЗы остаются выигрыши. Ведь за счет уже этого студента он пополняет свой бюджет. Хотя тот же студент мог учиться с этими же самыми баллами на бюджете буквально в соседнем ВУЗе. Вот такие вот честные средние и проходные баллы. А вы все еще на них ориентируетесь? Ставьте лайк, если тема вам важна, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео, чтобы как можно больше абитуриентов узнало об этой схеме ВУЗов. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Наташа, увидимся в следующем видео.